Всем привет! Это Драгон Раджа и сегодня мы поговорим о карьере владелец магазина. Я постараюсь вкратце рассказать вам именно все, что вам нужно знать об этом. То есть без лишней воды, без лишнего мусора, в принципе, я думаю, начнем. Изначально карьера у нас есть у каждого 5 купонов. 5 купонов, которые мы можем тратить на друзей. Они вот здесь вот вверху отображены. То есть сколько купонов у вас есть в наличии на сегодняшний день. Их использовать можно только в магазинах друзей. Для того, чтобы посмотреть, вот есть тележка также здесь. Вот мы нажимаем и видим все магазины, которые есть у наших друзей. Также открытый магазин или закрытый. И количество использованных купонов, то есть сколько купонов можно использовать там. У одного друга можно использовать только один купон. Давайте зайдем, я покажу по навигации, потому что многие не знают даже где что находится. При входе мы видим сразу прилавок с продуктами. Здесь у нас будет только еда. То, что по еде выставит наш друг. Дальше видим здесь вот открытки и картины. То, что можно взять. То есть если прилавок пустой, это не значит, что нет никаких, скажем так, на продаже предметов. Есть еще вот на прилавок. За эти купоны вы покупаете одну вещь какую-нибудь у вашего друга и получаете дар хозяина. Причем за дар хозяина есть офигенные, скажем так, плюшки, скажем. Дальше. То, что по своему магазину. Его открыть в день можно только один раз на 3 часа с 8 утра и до 12 ночи. 12 ночи он закрывается принудительно. Так что не откладывайте надолго. И желательно открывать пораньше. Тем более, что купоны все тратят очень сразу, быстро. И поэтому нужно открывать, я бы сказал, чем пораньше. Часов 11 и тому подобное. Вот запись за предыдущий день. Вы получаете награду в камнях. И также популярность. При помощи популярности, продавая предметы, вы увеличиваете свой магазин. Прокачиваете. Значит, по уровню популярности. Значит, у нас станция времени по апгрейду. Не будем смотреть. Вот по популярности сейчас у нас популярное место. Да, и дальше будет среднего уровня. Это станция времени и так далее. И растет. Не буду перечислять, потому что это не имеет никакого смысла. При увеличении увеличивается количество ваших работников. Работники вот здесь вот нанимаются. И их также можно обучать раз в день за игровые монеты. Скажем, за монеты средства именно вашего магазина. Не ваши золотые монеты, а из средства магазина. Также нужно поощрять ваших продавцов, дабы у них было настроение хорошее. Значит, по статам здесь. Реализация блюд – это именно блюдо. Одобрение СМИ – это картины и открытки. И объемное мышление – это у нас будут скульптуры. Значит, мы открываем магазин, дабы показать вам, что внутри находится. Вот, первое – это еда. Вы можете как нанять кого-то, так и самостоятельно готовить, при этом прокачивая кулинарию свою, то есть повара прокачивая. Если у вас не открыта карьера повара, то вы нанимаете. Если не открыта, вы сами делаете. Это, в принципе, очень выгодно, когда у вас две карьеры – повара и владелец магазина. Они очень хорошо сочетаются. Ну, в принципе, не беда. Если у вас нет повара, вы можете нанять. Нанимаем есть с каждым уровнем лучше и лучше и лучше. Соответственно, у них больше рецептов, дороже стоимость в день. Дальше смотрим, что у нас. Но еда немного приносит популярность. Для прокачки нужна популярность. Больше всего приносят открытки. Сейчас мы посмотрим на примере. Пару открыток покажу я с уровня для того, чтобы их сделать. Вот, создать. Начинаем. Что у нас попалось? Уточка. Значит, уточка у нас желтенькая. Дальше что у нас? Клюв не оранжевый. Белые яблочки, глазики. Нет. И вот черненькие. Такие вот точки. Так, это будет S-уровня. Надеюсь, сейчас появится дерево. Я за одним махом вам покажу сразу. Нет, еще раз утка. Давайте быстренько и завершим. Для того, чтобы быстренько вам найти дерево. Это твин, мне не жалко, поэтому... Да, вот дерево. Смотрим, дерево разукрашиваем. Дерево почему-то у нас все черное обязательно. А листья разноцветные. В принципе, пробовали разные цвета, но мне больше нравится. Вот такой вот цвет. Он рядышком здесь и так удобнее. Это будет S-ранга. Дальше я подскажу, как удобнее делать фото. Сейчас мы секундочку посмотрим. Так, на полку. Вот фото. Многих есть проблемы. Я не знаю, как на компьютере, когда играют. Но вот с телефона тяжело попасть именно в точку. Как это все, скажем так, фиксится. Всего-навсего в настройки. Заходите в систему. Здесь выбираете вот точку перемещения. После того, как вы выбрали точку перемещения, вы можете спокойно выбирать точку рукой. Прямо по телефону. Вот сюда вот. И с нее фотографировать. То есть, вы прям... Не нужно джойстиком кладить. Вы подходите, точку выбрали. Сфотографировали. И мне немножко неудобно при съемке. Но все равно S-уровень получился. Чем выше уровень, тем больше награда. Соответственно. Сейчас посмотрим здесь. Чтобы мы бегали быстрее. Так, здесь у нас, значит, точечка вот здесь, на первой ступеньке. Только начинается. Вот. S-уровень. Так, вот здесь, вот возле лавочки у нас точка вот здесь. Здесь мы фотографируем его. Примерно вот так вот. В принципе, при хорошем обучении, видите, можно найти и почти до 100%. 99 максимум, 100 никогда не было. 99 максимум. Так, это четвертый вариант. Еще один из картин. Так, смотрим. Здесь практически можно сначала попасть прям даже с этой точки. Но лучше вот немножечко сместиться. Тогда получается прям, ну вообще вот, жир. Вот так вот. Смотрим, что у нас получилось. 90. Ну, можно и лучше, конечно, немножко. Но вот S-уровень. Есть еще одна точка для фотографии, но она сегодня мне не попалась, поэтому я не смог ее показать вам именно в самой, как фото. Это я покажу просто вот здесь. Значит, это точка вот по центру. Вот тут. Прям вот здесь вот. Это вот точка для фотографии. То есть, вы фотографируете его с вот этого. И здесь тоже получается S-уровня фото. То есть, их всего 5 видов. Все 5 я показал, откуда фотоэцена на S-уровень. Чем выше процентов, тем больше дают вам популярности. Единственное, что я не сказал, это то, что на фотографии вы не тратите ресурсы магазина. Вы тратите только свое время. И поэтому зарабатываете больше денег. То есть, самих вот, которые вот, смотрите, средства. Да, вот этих вот средств вы зарабатываете больше на фотографии. На всех остальных вы растрачиваете. Дальше. То есть, если нужно заработать средства, это фотографии. Если нужно заработать деньги, это, ой, деньги, популярность, это открытки. И если нужно, и у вас есть карьера повара, и нужно прокачивать повара, то это еще и еда. Но лучше всего их комбинировать и обязательно выставлять. И все три варианта на полке, для того, чтобы когда ребята забегают, видели, что у вас все есть. И для того, чтобы больше продавалось, чтобы не оставалось средств в утилизацию до 12 ночи. Так, что мы еще можем сказать о магазине. Значит, зайдя в магазин свой, вы видите сразу же вверху количество еды, которое у вас есть на прилавке. Количество фото, количество открыток и количество скульптур. Также количество, сколько можно еще сделать. Дальше есть бесплатное, это количество купонов, которые ваши друзья могут потратить. Желательно использовать все купоны. То есть, звать друзей, чтобы все 12 купонов, ну, изначально у вас 10, и с повышения магазина на один купон увеличивается с каждым. То есть, потом 11, 12 и так далее. Чтобы все купоны использовались, далее у вас видна популярность, которую вы набрали за сегодня. И все товары, которые не будут проданы, за сегодня будут утилизированы за полцены. Например, за вчера у меня было продано 21 товар из 23, и 3 товара было утилизировано всего лишь за 3120 единиц средств и 3120 популярности. То есть, это невыгодно, нужно обязательно продавать. Так как единица минимум приносит 2000. Посмотрим за прошлый день, что у нас. Роспись по 2400, вон 2900 роспись, кексы 2000, фото 2200. Вот роспись просто не друг покупал, а просто продано 2800. В принципе, роспись выгоднее, но есть некоторые нюансы. Роспись выгоднее, но невозможно сделать все росписи, их тогда не разберут. Например, на основе у меня сегодня 10 росписей осталось. Как пишут они? То есть, есть подсказки Ева, и она пишет. Для того, чтобы лучше поднимать популярность, нужно разнообразить ваш ассортимент. Так как вот эти вот гуляющие, девушка гуляющая по магазинам и так далее. Если вы постоите в магазине, посмотрите, они пишут, что жаль, я зашла, а у вас нет еды. Например, жаль, я зашла, а у вас нет картин. То есть, они заходят определенным блюдом. То есть, если у вас будет разнообразие в магазине, не только одно блюдо или не только картины. Соответственно, вы будете продавать максимально больше предметов в день. Вот. И это будет давать вам больше популярности. То есть, желательно продавать максимум. Также это зависит от продавца, но продавец на данный момент у меня максимальный, и он не влияет. Все равно остаются непроданные вещи. Есть еще фишка, написано, то, что когда вы уходите с магазина, продавец начинает лениться. Не знаю, насколько это правдиво, но возможно, если вы будете оставаться в магазине, то продажи пойдут лучше. Вот. Такой маленький ввод, быстрый экскурс. Старался уложиться быстренько, кратко. В целом, выгодно, интересно, камни приносит, времени занимает немного. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Если есть какие-то дополнения, опять-таки, пишите в комментарии. Ну, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok